Добрый вечер! Вы смотрите информационный выпуск сегодня в начале о главных событиях 16 января. Его жизнь посвящена служению народу. Осетия простилась с одним из лучших представителей творческой интеллигенции Куста Маргиевым. Итоги конкурс фестиваля «Будущие планеты» Лейла Маргиева заняла почетное второе место в номинации «Академический вокал». Блестящая победа! Наш соотечественник Эдвард Бекоев стал победителем Северокавказского федерального округа по настольному теннису. Анатолий Бибилов возьмет непродолжительный отпуск. Об этом нам сообщила пресс-секретарь президента Дина Гассиева. По ее словам, отпуск продлится с 16 по 26 января. На этот срок обязанности главы государства будут возложены на председателя правительства Эрика Пухаева. Во время отпуска президента руководители государственных структур будут информировать главу государства о текущей работе и ситуации в республике. Сегодня Осетия простилась известным поэтом, одним из лучших представителей творческой интеллигенции Куста Маргиевым. Автор десятков поэтических сборников, активный участник Великой Отечественной войны, кавалер многих государственных наград, боевых орденов и медалей, ветеран войны и труда Республики Южная Осетия Маргиев Коста Иосифович всю свою жизнь посвятил служению своему народу. О великом сыне Осетии репортаж Фатимы Чучьевой. Осетинская художественная литература понесла тяжелую утрату. На 96-м году жизни скончался поэт, переводчик, заслуженный работник культуры Южной Осетии, лауреат премии Совета министра в летопись пятилетки, кавалер многих орденов и медалей Коста Иосифович Маргиев. Коста Маргиев родился в селе Мимилотка в Южной Осетии. Детские годы провел в родном селе. Учился в Приневской семилетней школе, по окончании которой поступил в Онецкую Остинскую среднюю школу и окончил ее в 1941 году. Мимилотка в Южной Осетии В начале Великой Отечественной войны Коста Маргиева призвали в ряды Красной армии. С декабря 1942 по мая 1945 был в рядах действующей армии. Тимобилизовался в декабре 1946 года. После войны будущий поэт год проработал в родном селе в колхозе. Потом стал редактором Югостинского радиовещания, а в 1950 году литературным работником журнала «Фидевак». В октябре 1952 года его перевели в редакцию газеты «Коммунист», назначив заведующим от тела. С января 1955 года по сентябрь того же года он уполномочен Республиканского радиокомитета по Южной Осетии. Проработал ответственным секретарем журнала «Фидевак», сотрудником газеты «Совет Тунирестон», ответственным секретарем Югостинского отделения Союза писателей, а с 1986 по 2009 литературным консультантом Союза писателей Республики Южная Осетия. Был слушателем высших литературных курсов при Союзе писателя СССР, учился на заученном отделении Литературного института имени Горького в Москве. Костом Аргев относится к поколению остинских писателей, которые в литературу пришли в предвоенные годы. Но поэтом он стал в годы Великой Отечественной войны. Молодой поэт в стихотворениях, написанных во время войны, создал образ советского воина, защищавшего свое отечество от фашистских захватчиков. Стихотворения, написанные во время войны, вошли в первый сборник поэта «Мои песни». После этого он издал десятки книг, но главной темой в его творчестве остался патриотизм. Мирический герой Коста Маргева искренне заботливый человек и всегда готовый прийти на помощь всем, кто нуждается в этом. Стихи его отличаются идейностью, конкретностью, задушевной ритмикой. Коста Йосифович также хороший переводчик. На остинский язык перевел много произведений писателей братских народов. За заслуги перед Отечеством и в развитии остинской художественной литературы Маргев награжден Орденом Отечественной войны второй степени. Медалями за отвагу, за боевые заслуги, за освобождение Варшавы, за победу над Германией и разными юбилейными медалями. К 80-летнему юбилею удостойен Орденопочета Республики Южная Осетия. Фатима Чочиева, Оксана Таттаева, информационный выпуск сегодня. К другим темам. Российские специалисты продолжают свою работу в рамках договоренности между Республикой Южной Осетия и Российской Федерацией. В республиканской больнице они делятся опытом со своими югостинскими коллегами. Это в будущем даст нашей республике хорошо подготовленных местных кадров. Обо всем подробнее Ирина Битьева. Российские врачи, которые приехали по договору между Российской Федерацией и Южной Осетией, продолжают свою работу в республике. Их работа заключается не только в организации приема больных. Перед каждым российским специалистом поставлена задача формирования и становления той службы, в которой он работает. А это неврология, психиатрия, эндоскопия, детская хирургия, реабилитация, анестезиология, реаниматология. Чтобы в 2018 году был хороший, мощный рывок в становлении службы здравоохранения в целом, была поставлена задача перед каждым российским специалистом о том, чтобы становление службы проходило по таким векторам. Первое. Это консультативно-клиническая работа, как и была. Но когда мы говорим о консультативно-клинической работе, это не просто прием одним врачом, российским специалистом, но именно прием пациента с консультированием леча врача, который этого пациента ведет. То есть приходит, например, к детскому хирургу мамочка с ребенком, и детский хирург, в частности это Бубин Алексей Владимирович, совместно с лечащим врачом поликлиники или стационара осуществляет консультацию. То есть идет клиническое обсуждение, не просто прием как таковой, поток, а именно клиническое обсуждение ребенка, где изучается клиническое состояние ребенка, и одновременно совместно с лечащим врачом, юго-осетинским специалистом, идет, ну если так можно выразиться, научение юго-осетинского специалиста принципам, правилам приема по соответствующей патологии. Российские специалисты, которые работают в республиканской больнице, имеют большой клинический опыт, который они передают своим юго-осетинским коллегам. После завершения работы приглашенных специалистов, в республике будут местные подготовленные кадры. Врачей нашей специальности в республике крайне мало, и каждый сотрудник это на вес золота, и для того, чтобы обеспечить работу и детской больнице, и взрослого направления, и неонатологии, конечно, 5-6 человек крайне мало. Но для того, чтобы нам продолжить наши усилия, и чтобы наша служба заработала по всем направлениям, в ближайшее время у нас будет общее такое большое собрание. Возможно, мы учредим такое мини-сообщество анестезиологов и реаниматологов в республике, на котором мы должны будем обсудить общие задачи на этот год. Эдуард Амирханов работает в республике с 2016 года. Он провел организационную работу, но этим его миссия не ограничивается. В рамках того функционала, который был в 2016-2017 годах, то есть это организационно-клиническая деятельность в Республике Южная Осетия, в здравоохранении Республики Южная Осетия. В 2018 году поставлена задача по формированию регистров пациентов, страдающими психическими расстройствами и расстройствами поведения, то есть создание базы данных, также и для пациентов, страдающих с инкопальными состояниями, это эпилепсия. Также создание нового проекта, то есть в 2017 году был создан проект по развитию эпилептологической службы в Республике Южная Осетия. Теперь в рамках развития профилей психиатрии и неврологии это развитие терапевтического лекарственного мониторинга. Работа любой службы не может проходить без статистического анализа. Необходимо отслеживать динамику заболевания. Статистика необходима и в диспансерном учете, что и выявляет, в какой патологии страдают больные. Статистические анализы изучают ресурсы обеспечения соответствующего направления, что нужно вложить для развития той или иной отрасли здравоохранения. И на Битиво Александр Кочев информационный выпуск сегодня. Зима полна сюрпризов, порой и неприятных, а именно гололед, который образуется во время смены температуры воздуха, часто приводит к падениям и, как следствие, возникают травмы. К счастью, как выяснила наш корреспондент Анжела Кукоева, в республиканской больнице в отделении травматологии пострадавших нет. Однако опасность может подстерегать в любом месте. Поэтому следует быть предельно осторожными и внимательными. Зима – сложный и опасный период для пешеходов и водителей. Это время нестабильных погодных условий. То снег, то яркое солнце, то все тает, то замерзает. От этого и образуются две главные опасности – гололед и гололедица. Передвижение по улицам во время гололедицы представляет серьезную опасность. При падении у людей могут быть переломы костей, руки и ног, травмы головы, сотрясение или ушиб головного мозга, ушибы таза. В такой ледяной период люди, которые получают травмы, обращаются за медицинской помощью. Врач-травматолог республиканской соматической больницы Николай Хубаев рассказал, что на данный момент в отделении травматологии нет больных, пострадавших во время гололедицы. В настоящее время пока то, что связано с гололедом, к нам пока никто не обращался, но от этого никто не застрахован. При гололеде обычно часто получают повреждения как верхних, так и нижних конечностей. Люди пожилого и старческого возраста обычно ломают луч в типичном месте при падении. Часто бывает. Также бывают повреждения коленостопного сустава. Чтобы не было травм во время гололедицы, специальные службы работают по уборке и расчистке наших дорог и тротуаров. Каждое утро после выпадения снега коммунальные службы расчищают тротуары и посыпают их специальными реагентами. После того, как выпал снег в 4 часа, мы вывели нашу снегоуборочную технику, чтобы расчистить дороги и тротуары от снега. Всего было задействовано 10 единиц техники. Мы стараемся расчищать всё вовремя, чтобы не образовалась гололедица. Гололедица образуется при пониженной температуре в результате замерзания воды, образовавшейся при таянии снега и льда во время оттепели. В дни гололедицы пожилым людям по возможности лучше отказаться от походов на улицу. Падение во время гололёда явление более чем распространённое. Во многих учреждениях нашего города на лестницах выложена скользящая плитка, которая зимой замерзает и становится травмоопасной. Многие учреждения поменяли такую плитку на другую, которая не скользит и является наиболее безопасной. К примеру, у Центрального входа Республиканскую соматическую больницу на ступенках выложена специальная резиновая вставка, а плитку заменили. У Центрального входа была очень скользкая плитка, и люди там часто падали. Но в прошлом году мы её заменили, сделали там специальные резиновые вставки. Ещё перед больницей мы посыпали соль. Совсем другая ситуация в среднеобразовательной школе номер 6. Здесь на лестницах выложена такая плитка, которая сильно скользит зимой. На середине лестницы есть специальная резиновая вставка, но внутри такая же плитка. По словам ученицы 8 класса Кристины Кулумбековой, утром она каждый раз опасается передвигаться по этим лестницам. Когда я утром прихожу в школу, то лестницы бывают очень скользкими, и мы опасаемся под ним подниматься. На середине лестницы есть специальная резиновая вкладка, но по краям всё равно скользко. Во время гололедицы также следует подбирать обувь с расчётом на гололедицу, отказаться от сапог на высоком каблуке в пользу обуви на мягкорифлённой подошве. Главный вывод – зимой нужно быть предельно внимательным и осторожным, ведь погодные условия меняются очень быстро и неожиданно. Анжела Кукоева, Арсень Гассев, информационный выпуск «Сегодня». Музей как память, как история. В его стенах хранятся экспонаты, которые знакомят нас с прошлым, своего народа и не только. Новое современное здание Национального музея введено в эксплуатацию в 2015 году. Здесь представлены экспонаты скифа сарматского периода, кубанской культуры, украшения эпохи бронзы и многое другое. В планах – открытие новых отделов. Каких – расскажет Стелла Бязрова. В нашем Национальном музее хранится много экспонатов, благодаря которым всё глубже узнаешь историю. Теперь же люди смогут узнать больше не только об этнографии Осетии, но и о красивой природе Осетии. В Национальном музее в ближайшее время откроются новые отделы. Как сказал директор музея Мираб Засеев, на сегодняшний день они занимаются расширением отдела природы. Экскурсия и работа в музее начинается с отдела природы. И вот по месту положения, на сегодняшний день этот отдел находится не там, где он должен находиться. И вот сейчас мы это будем переделывать здесь. Мы решили здесь полностью этот участок отдать этому для создания этого отдела. Мы попытаемся, конечно, сделать всё так, чтобы это было понятно и дохлечено. Кроме отдела природы в Национальном музее планируют открыть и другие отделы, такие как Цхимвал вчера и сегодня, Южная Осетия в советский период и экспозиции, посвящённые творчеству Косахи Тагурова. Сотрудники музея своими усилиями приступили к созданию отдела природы и планируют завершить работы к концу месяца. Для того, чтобы этот отдел был создан, мы уплотнили отдел археологии. А наверху мы освободили полностью этаж, там у нас была этнография, этнографию тоже мы спустили вниз, и там будет у нас создано три отдела новых. Музей – это место, где можно встретиться с прошлым. Здесь хранится то, что было задолго до нашего появления, и благодаря чему возникает ощущение встречи с чем-то необычным и особенным. В 2015 году состоялось открытие нового здания Национального музея в Южной Осетии. Выставлена богатая коллекция экспонатов скифо-сарманского периода, элементы кубанской культуры, а также элементы женских украшений эпохи бронзы и серебряного века. Что можно сказать о тех, кто посещает наш музей? К нам приходит очень много людей, как местные, школьники, люди старшего поколения, так и гости, которые приезжают в нашу республику. Они первым делом посещают музей. Мы не жалуемся, посещаемость очень высока. Музей – это память, музей – это история. Каждый хоть раз, но побывал в музее, хотя бы потому, что это часть культуры. О культуре человек начинает приобщаться с детства. Стелла Бязарова, Азиз Пагаев, информационный выпуск «Сегодня». Конкурс-фестиваль «Будущее планеты» в Санкт-Петербурге выявил победителей. Молодые таланты соревновались в таких номинациях, как вокальная, эстрадная, театральная, хореографическая и инструментальная. Среди 580 участников нашу республику достойно представила воспитанница Дворца детского творчества Лейла Маргиева. В номинации «Академический вокал» она заняла почетное второе место. А Гунда Гобозова встретилась с конкурсанткой. В международном конкурс-фестивале детского и юношеского творчества «Будущее планеты», проходившая в Санкт-Петербурге с 4 по 9 января, приняла участие воспитанница Творца детского творчества Лейла Маргиева. На конкурс были приглашены молодые таланты из разных городов России, ближнего и дальнего зарубежья. Лейла представляла на конкурсе не только Южную Осетию, но и весь Северный Кавказ. В фестивале принимали участие детские и юношеские творческие коллективы и отдельные исполнители в возрасте от 5 до 25 лет. Всего на конкурсе выступило 580 участников в разных номинациях вокальная, эстрадная, эстрадно-джазовая, театральная, хореографическая и инструментальная. Лейла приняла участие в номинации «Академический вокал» и заняла почетное второе место. Меня пригласили на конкурс-фестиваль «Будущие планеты» еще в прошлом году. К сожалению, не было возможности поехать. Президент Анатолий Бибилов оказал мне финансовую помощь. Пользуясь случаем, хочу выразить ему благодарность. Лейла эстрадным вокалом занимается на протяжении 6 лет. В прошлом году поступила во Владикавказский колледж искусств имени Гергеева. До поступления в колледж занималась вокалом во Дворце детского творчества, где ее на всевозможные фестивали и конкурсы готовила ее педагог Марина Дзыгоева. Сейчас я буду готовиться к конкурсу «Синяя птица», которая пройдет в сентябре. Я с детства мечтала стать знаменитой певицей и буду дальше к этому стремиться. Такого рода конкурс-фестивали проводятся с целью выявления наиболее талантливых и ярких исполнителей, а также воспитания у подрастающего поколения, бережного отношения и любви к родине. Агунда Губозова, Олимпи ТФ, информационный выпуск сегодня. Информационный выпуск продолжают новости спорта. Прекрасная новость для любителей спорта. Наш соотечественник Эдвард Бекоев стал победителем Северокавказского федерального округа по настольному теннису. Подробности в репортаже нашего спортивного обозревателя Батрат Захурева. Впервые в истории спорта Южная сеть представитель государства Алани стал победителем Северокавказского федерального округа по настольному теннису. Такого успеха добился Эдвард Бекоев. Об этом нам сообщил тренер сборной Южной сети по настольному теннису Мириан Джуев. Соревнования проходили в Нальчике. Эдвард победил в соревнованиях среди пар, где играл вместе с представителем Ставропольского края Владиславом Чимбарцевым. В полуфинале они проигрывали паре из Кабардино-Балкарии со счетом 2-0, но смогли собраться и вырвать победу 3-2. А в финале они были сильнее пары из Ставропольского края. И чемпионы вестали, чембарцевый вестал, дикоевый Эдвард! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Эдвард Бекуев стал третьим в командных соревнованиях, а в личном зачете стал шестым. По словам Мириана Джоева, Эдвард в 2016 году в соревнованиях среди пар занял третье место, а в 2017 году стал вторым и, наконец, в этом году смог добиться поставленной передним задачи и завоевал золотую медаль. Как нам рассказал Мириан Джоев, организаторы чемпионата Федерации настольного тенниса Кабардино-Балкарской Республики подарили Южной Осетии профессиональный стол для настольного тенниса. Батрас Хурьев, Фатима Кумаритова. Информационный выпуск сегодня. Далее вас ждет прогноз погоды на завтра, 17 января. В Знаурском районе Республики завтра, 17 января, пасмурно, снег. Днем нулевая температура, ночью минус 2. В Дзавском районе пасмурно, снег. Днем минус 2, ночью минус 6. В городе Квайса также пасмурно, снег. Днем минус 3, ночью минус 7. В Ленингорском районе Южной Осетии пасмурно, дождь со снегом. Днем плюс 1, ночью минус 3. В столице Республики в Цхенвале пасмурно, снег. Днем плюс 1, ночью минус 3. На этом наша программа подошла к концу. Я Ирина Джоева, желаю вам всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова